Детей должно быть в мозгах. Поэтому вот допущение подобных персонажей, которые рассказывают о том, как они побегут навстречу оккупантам, допущение подобных персонажей в СМИ, ну, это безумие со стороны государства. Их надо запускать, но только как клоунов. Типа, вот посмотрите, очередной дегенерат. Вот такие у нас, к сожалению, тоже есть. Так, да, по-другому нет. Общественного сознания как такового, как это обычно представляется, его просто нет. Нет, общественное сознание формируется специфическими инструментами. В первую очередь СМИ, то есть телевизор, радио, кино, спектакли и всякое такое. То есть именно через них гражданам подается информация. И исходя уже из полученной информации, граждане строят у себя в голове какую-то картину мира. Никак не наоборот. Это не значит, что эти граждане обладают каким-то там немыслимым интеллектом, глубочайшими познаниями и могут определить политику государства. Это не так. Вот им дают строго подготовленный набор фактов и интерпретируют эти факты. И большинство с этим соглашается. Естественно, если гражданам рассказывать о том, что ваши предки, все как один, были скоты, дегенераты и сталинские упыри, я вас уверяю, уже через 10 лет все говорили именно так. И все с этим соглашались. Включите телевизор, любой сериал, включите, посмотрите. Про сына Сталина, про какой-то там пепел последний, штрафбаты, еще чего-то там. Понимаете, при советской власти, когда видеомагнитофоны появились и появилась возможность смотреть, к примеру, антисоветское кино. Там настолько восхитительные просто образцы идиотии были. Мы здесь живем, мы знаем, как у нас устроено. Я понимаю, что такое наше общество и почему оно такое, что характерно. Тоже понимаю. Там просто восхитительнейшие образцы глупости были. Было понятно, ну это ж американцы, англичане, французы, немцы, они здесь не живут, они не понимают, как у нас устроено. И поэтому они снимают такую глупость. Так вот, нынешнее, то, что снимают и показывают наше, оно в миллион разгажет, тупее, отвратительнее. И вот именно оно, обращаю ваше внимание, если показывают, ну вот возьмем какой-то там штрафбат, так сказать, как наиболее яркий пример. Что это такое? Это омерзительное государство в корне, омерзительное государство, которое представляет омерзительная государственная власть, которая безжалостно топчет, казнит, вообще гонит на пулеметы и еще чего-то там несчастных свободных личностей. Главное, что загладывают все эти фильмы, сериалы и прочее. Государство это плохо, государственная власть это еще хуже. А из этого проистекает, что мы должны уничтожить и государство, и государственную власть, потому что все это плохо. Все менты, сволочи, они наследники НКВД, наследники СМЕРШа, все они твари. ФСБ, наследники КГБ, тоже твари. Все отвратительно, все плохо. Государство должно быть уничтожено, государственной власти быть не должно. Это то, что десятилетиями закладывается в мозг. Ну, хорошо это для государства. Если перед государством стоит задача уничтожить самое себя, ну, наверное, да. Наверное, так и надо, да. Если у него другие задачи, например, созидательные, то подобные помои на экранах появляться не должны вообще. А к этому, обращаю ваше внимание, прикладываются серьезные усилия. Кому выделяются деньги на съемки? Никите Сергеевичу Михалкову, чтобы он снял очередное предстояние, «Цитадель». Вот, абсолютно, так сказать, антисоветские русофобские фильмы. Кому следом выделяются деньги? Федору Сергеевичу Бондарчуку, чтобы снял «Сталинград». Ну, прекрасно. Чего вы хотите этим добиться? На мой взгляд, это категорически неправильно. Не таким людям денег давать нельзя, не на такие произведения давать нельзя. Общественное сознание должно формироваться вовсе не такое. Оно должно быть сугубо созидательного характера. А сосредоточение на каких-то вот именно больных фантазиях давных граждан, оно как-то неверно. Почему так? Отечественная война — это последнее, что не удалось поломать. То есть память об Отечественной войне — это вот последнее, что сломать не удалось. Изгажено и оплевано все вообще. На подвиг народа в Великой Отечественной войне гадят наиболее усиленно. Но никак не получается. Вот, не выходит никак. Невозможно объяснить гражданам, кто же были их отцы и деды на самом деле. Они были защитники Родины или это были кровавые сталинские упыри? И это, на мой взгляд, порождает серьезную шизофренизацию общества. Когда у тебя одно и то же, оно и так, и вот так. Кто был дедушка? Хороший дедушка, любил внуков, детей, о семье заботился. Или дедушка был какой-то отмороженный маньяк, который всех резал, душил, вешал. Вы о чем вообще? Ну, определитесь. Про что вы рассказываете? Там, понимаете, оно... Есть, например, история, которую преподают в школе. Есть история, которую преподают в высших учебных заведениях. Одно от другого отличается, как небо от земли. Большинство вот этих граждан, которые орут, а нас обманывали. Их никто не обманывал. Они, кроме школьного курса истории, ничего не знают. Ну, хотелось бы узнать, а про что надо рассказывать детям? В какой форме преподносить? Ну, наверное, детям надо рассказывать о подвигах предков. Понимаете, если сосредоточиться там на... Как это сейчас принято? Не было же никакого подвига. Были только расстрелы, заградотряды. Когда начинаешь задавать, ну, совершенно, так сказать, вульгарные вопросы. Ну, вот, а в чем была задача заградотрядов? Если они всех расстреливали. Вот наступают немцы. Вот стоят войска, а за ними стоит заградотряд. В чем была-то задача заградотрядов? Ну, когда отступали, они всех расстреливали. Ну, хорошо, это, то есть, первая линия обороны. Прорвано наступают немцы, а вы расстреляли тех, кто отступает. И дальше что? Вот немцы перед вами. В чем смысл-то? В чем? Сейчас и вас перемерют. В этом смысл был, нет? Чтобы добиться того, чтобы немцы до них дошли, вступить в бой и погибнуть. Они же все трусы были, как известно. Как же? В чем смысл-то? Не, ну, наверное, вот, да. Да, вот, наверное, первую линию все-таки надо было загнать обратно в окопы. Ну, так загнать или убить? В чем смысл-то? Пресечь отступление? Ну, а вот там вот такие силы. Так ты присягу давал, в которой черным по белому написано, что ты умереть готов. За упомянутую веру страну и отечество. Почему же ты не умираешь? Почему ты не стоишь насмерть там? Не твоя задача оценивать приказы, правильность этих приказов. Надо тут умереть, не надо. Это война, и по-другому на ней не бывает. Либо ты стоишь насмерть, либо ты бежишь и изменяешь присяги. Это обстоятельства, в которых вот здесь черное, а вот тут белое. Вот так можно, а так нельзя. Ну, да, ну, да, вы знаете, наверное, вы вправы. Ну, так и что? Были заградотряды? Были. Много они народу расстреляли? Вот, оказывается, никого не расстреляли. Оказывается, возвращали всех в строй. Ну, как же так? За что ни возьмись, все вот. Вот такое, оказывается. Были репрессии? Были, да. А кого расстреливали-то? Вы приговоры не хотите огласить, показать? Обратите внимание, 25 лет прошло. Что-то как-то с вываливанием документации в сеть как-то вот не складывается. Не надо показывать уголовные дела. Потому что большая часть сидела по обвинениям в уголовных деяниях. И ни это не показываем, ни это не говорим, ни тут, ни там. Только врем какими-то общими словами такими. Были ужасы, были кошмары, да, были. Но жизнь наша не состоит из ужасов и кошмаров. История Соединенных Штатов не состоит только из рабства негров. Точно так же история Советского Союза не состоит из одних репрессий. Но усиленная работа ведется именно в этом направлении. Да, у вас кроме репрессий не было ничего, вообще ничего не было. Ваши полеты в космос это полная дрянь. Все вы русские пьяные свиньи, вы все скоты. И страна ваша скотская, и существовать она не должна. Возникает вопрос, а вы-то кто такие, чтобы определять нашу судьбу? Выдавать какие-то определения нашим предкам? Почему я должен слушать именно вас? Я вот сам, например, говорить умею. Я не хочу ни вас слушать, ни то, что вам подобные говорят. Я хочу слушать то, что говорят нормальные, с моей точки зрения, люди. Я хочу слушать то, что идет на пользу моей стране. А вовсе не то, что несет ей вред. Если перечислить наиболее чаще всего использующиеся тезисы, имеющие отношение к Великой Отечественной войне. Просто их перечислить. Вы же их знаете, вы же их видите в каждом фильме. Тезис? Вот это какие? Что они говорят? Тезис там ровно один. Он ровно один. Все время, что коммунизм, он приступен. И надо в настоящее время приравнять коммунизм к нацизму. Ибо это одно и то же. Ну, то есть, вот, есть два зверя, волк и собака. Волк живет в лесу и всех жрет, а собака живет возле человека и сторожит стада. И вообще лучший друг человека. Но мы будем доказывать, что это одно и то же. Потому что у них есть четыре лапы, нос, зубы, и они покрыты шерстью. Это одно и то же. Поэтому коммунизм и нацизм это одно и то же. Это первая, так сказать, ступень. Коммунизм преступен в своей, так сказать, сути. Коммунисты преступники. Коммунистический режим преступен. Это первая ступень. Дальше внезапно окажется, то есть, как только первое, чего вы достигли, вот он, преступный ваш режим, А значит, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем и недействительны. Все, что вы завоевали, границы, это вопрос территориальной целостности. Любой пересмотр исторических фактов, это всегда пересмотр территориальной целостности страны. Значит, от вас надо отрезать Выборг, отдать острова японцам, всю Карелию отдать, японцам там отдать, здесь отрезать, там отрезать, тут и все пересмотреть. А дальше следующим этапом выяснится, что от вас, от вашего коммунизма пострадала масса народов. Вы убивали борцов за свободу в Средней Азии, например, вы их басмачами почему-то называли или душманами какими-то. На самом деле это муджахедины, это борцы за веру были, люди за святое дело боролись, а вы, красная сволочь, убивали их, ни за что, ни про что, вот этих вот отважных борцов. Что надо делать? Надо платить репарации. А вот в Прибалтике там лесные братья сидели в лесу, тоже за свободу боролись, они вынуждены были идти в СС, чтобы с вами воевать, и на Украине то же самое, они вынуждены были, потому что вот это вы гады такие, это два преступных режима сцепились. Отлично, этим репарации заплатите, этим, 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 а деньги где брать? Ну, известно где, у вас есть нефть, у вас есть газ, обратите внимание, у вас кругом ворье, вы все воры, это отличительная черта русских. Еще Карамзин ваш говорил, как там дела в России? Воруют, это про вас, у вас веками одно и то же, вы воруете, вы не можете распорядиться ресурсами правильно. Давайте распорядимся ресурсами мы, отойдите в сторону, мы будем продавать вашу нефть и газ, и мы заплатим вот этим вот пострадавшим от вас людям. Дальше все это планомерно перетечет в еще более интересную фазу. Дальше окажется, что вы, ну, когда вот он коммунизм, обратите внимание, это как было в советских республиках, были коммунисты сначала, и все зло было в коммунизме. А потом внезапно, в кавычках, выяснилось, что все коммунисты были русские. И конфликт, так сказать, из сферы псевдоидеологии мгновенно перешел в националистический. Что вот мы здесь, понимаете, узбеки и таджики, а русские захватили все хорошие должности. Это почему? Как это так? Гнать отсюда, гнать. И сразу наступит счастье. У нас и в Таджикистане, и в Узбекистане, и вот везде. Ну, да, выгнали. И что теперь там настало? Откуда вы-то здесь миллионами взялись теперь, приехали сюда на заработки? Оказывается, это не мы из них соки сосали, а они за наш счет прекрасно жили. И теперь они сюда приехали. Ну, вот. И в глобальной перспективе будет то же самое. Вот. Разобрались с вашим преступным коммунизмом, а теперь оказывается, ну, это было очевидно, конечно, с самого начала, что вы, русские, вы природные носители коммунизма. Это в вас сидит то, что говорили изначально, склонность к коллективизму, объединенным действиям и прочее, и прочее. Это в вас сидит на генетическом уровне. Вы природные носители коммунизма. Поэтому быть вас не должно. Не будут, естественно, там, как индейцам, подкидывать зараженные оспой одеяло. Изведут по-другому, назначат протекторат, другое руководство, другая идеология, сменить язык и еще чего-нибудь. При нынешней машине оболванивания посредством средств электронной информации все это не так трудно, как может показаться. И, естественно, найдется огромное количество дегенератов, которые все это поддержат, которые сначала призовут покаяться за грехи предков. Надо покаяться, понимаете, вот перед Богом мы виноваты, перед людьми, еще чего-нибудь. Давайте покаемся. Сказал А, скажешь и Б. Сначала покаялся, потом отдашь землю, потом будешь платить деньги, а потом не будешь себя русским называть. Все, оно идет одно за другим, тихо, мирно и постепенно. Тот, кто этого не видит, тот, на мой взгляд, умственно неполноценен. Тот, кто не понимает последствий, ну, там совсем с головой плохо. Таких людей ни к идеологии, ни к управляю.